Ситуацию в США обсудим с гостем на прямой связи со студией Георгий Бовт, политолог автотелеграм-канала Бовт знает. Здравствуйте. Здравствуйте. Итак, это не первый такой случай в США. Многим не повезло так, как Дональду Трампу в результате покушения погибали президенты Соединенных Штатов. Вот с чем это связано? Это все-таки недочеты в работе спецслужб или проблемы в законодательстве, которые, по сути, можно сказать, развязывают руки преступникам. Ну, в данном случае предстоит еще разобраться с следствием, конечно. Кроме того, в руках находится достаточно большое количество оружия. Там стволов больше, чем граждан страны. Поэтому, раз так много оружия, оно иногда и стреляется в том числе. Но нельзя не обратить внимание на некоторые странности данного покушения. В общем, в 130 метрах примерно от места выступления кандидата на крыше расположился снайпер. Как он туда попал? Почему никто не обратил на него внимания? Хотя очевидцы говорили, что они указывали полиции на то, что какой-то странный человек на крыше. Ну, вот как мы себе можем представить и в Азербайджане, и в России, что происходило во время выступления первого лица или второго лица и вообще. Там зачищают все, в общем, на километр и больше. А тут такое, в общем, какое-то попустительство. А вот если говорить именно о предвыборной гонке, можно ли предположить, что рейтинг Дональда Трампа после этого инцидента только возрастет? Вот публикации в поддержку экс-президента США поделился Илон Маск, сравнил Трампа с Теодором Рузвельтом, например. Да, на Рузвельт тоже, кстати, покушались. Трудно сказать, потому что до выборов еще три с половиной месяца. Вот это покушение, оно ведь какое-то время, конечно, будет на первых полосах. Республиканцы будут поддерживать интерес к этому случаю, будут расследовать, как вели себя спецслужбы, и не были там попалов или заговора, не дай богу. Но, тем не менее, долго держать это на первых полосах не удастся, и это может быть перебито какими-то другими еще событиями. Например, демократы, ну, предположим, сменят все-таки своего кандидата, и вместо Байдена будет выдвинуто, например, Камала Харрис, или там некоторые спекулируют на тему Мишеля Обамы и так далее. Это может сильно перебить эффект от покушения на Трампа. А повлияет ли данное покушение на отношение к безопасности? Возможно, усилит какие-то меры охраны первых и вторых лиц, как вы отметили. Вы знаете, опыт показывает, что все-таки, если кто-то становится мишенью, то очень трудно бывает его от этого уберечь. Давайте вспомним, сколько великих политических деятелей пали жертвами покушения, которых очень хорошо охраняли в том числе. Понимаете, для того, чтобы уберечься от покушения Трампу, надо полностью отказаться от публичной политики тогда. Не ходить на митинги, не встречаться с людьми, не сжать руки, не быть, так сказать, в окружении толпы. Но это же суть американской демократии в том числе. Вот эта публичность и массовость и присутствие на людях – это неотъемлемая часть американской политики. Отказавшись от нее, он совершит политическое самоубийство. Поэтому такие политики, как правило, рискуют жизнью достаточно сильно. В отличие от тех политиков, которые сидят в заперти. Вот справедливо будет отметить, что подобное случается не только в США. Два года назад, например, в Японии на подобном митинге был бит экс-премьер Синдзо Абе. Но как будто в США покушение отвечает своей чистотой. Вот так ли это и почему, на ваш взгляд? Там достаточно много действительно покушений. Там четырех президентов убили. Ну, достаточно длительное время. А только известных покушений на президентов и кандидатов в президенты было, ну, пара десятков точно было. Последнее, самое известное, было на Рейгана в 81-м году, когда он только что избрался. Потом на Бусу покушались во время визита в Грузию. Кинули гранату, она не взорвалась. Надо сказать, вопросы к спецслужбам сохраняются. Это было покушение за пределами США. Так что в данном случае это сочетание и наличия оружия, и открытости политики, игры, так сказать, в публичность и на публику. Частые появления на публику. Чем чаще появляешься на публику, тем больше угроз для твоей безопасности. Сколько бы тебя ни окружали сотрудники спецслужб, они же не могут постоянно находиться живым счетом возле тебя. Поэтому всегда есть риск такой. Да, вот, кстати, в США жертвами вот этого разрешения на оружие становятся не только политики, но и обычные граждане. Мы все помним о стрельбах в школах, о других трагических происшествиях. Не повод ли это задуматься над законом? Возможно ли, что в США будет принят закон, ограничивающий право на получение огнестрельного оружия? Может быть, принят закон, который будет ужесточать проверку перед получением такого оружия, разрешение на него, да? Но само право на владение оружием огнестрельным закреплено в американской конституции. Эту поправку конституции никто править не будет, никто отменять не будет. Это одна из основ американской демократии. Поэтому они никогда не откажутся от владения огнестрельным оружием, хотя могут ужесточить действительно проверки перед тем, как его продавать. Ну что ж, надеемся, что ситуация улучшится. Большое вам спасибо. На прямой связи со студией был Георгий Бовт, политолог, автор телеграм-канала «Бовт знает».